Рассказываем, что сейчас будет делаться. На этот подбайк будем вставить мотор системы M-HUS черного цвета. Тут обода у нас на 32 отверстия. Вот сейчас мы заказчика направили за ободом в шопер-дом, скорее всего. И сейчас его привезти. Конечно, можно было сделать на 32-ом опыте, но это было бы не дело. Это лошадистый вариант. Очень важная вещь. Так, ну вот у нас тут целая гора техники. Один уже электрифицированный, другой в процессе. Ну, Михаил, что скажете? Испытаем птичку? Пока он еще велосипед. Подкатаемся на лунном тракторе. Ну, давайте попробуем. Ага, вот сцепка. Один будет жать на тормоз, другой на газ. Вот так у нас притирают тормоза, лихие байкеры. Вот он летит. Есть. Вот это райдер. Вот это аппаратище. Так, мяч переходит. Мяч переходит на зрительный зал. Смотрели мяч, вот потому что он. Это мяч. Это мяч. На другую полосу другой райдер. Набирает скорость. Быстро ускоряется. Вот так вот. Ага, медленный спуск. Ага, черепашим ходом. Так, отходим. Так, следующий. Следующий райдер. Есть. Черный обод двойной. А шефер на 36 спиц. И вот получилось у нас полное соответствие количества отверстий на моторе и на оболе. Ага. Ну и спицы толщиной 3 миллиметра были использованы. И ключик включить-выключить. Батарея 48,8 на 16 контролер стоит. И моторчик мху стоит. И самое главное у нас стоят хорошие тормоза. Что там, что там. BB7. Вот там и тут. Вот. У нас получилось два разных обода. Один тот на 32 отверстия. Второй пришлось покупать отдельно. Он черного цвета. Вот. Но зато он на 36 отверстий. То есть вот небольшой как бы такой резонанс у нас. Только отличительный. Вот. Хорошие педали стоят у нас. Шатуны трогативовские. В общем, всё по уму. Стоят усилители на моторе у нас. Вот они на моторе. И полное переключение передач. То есть сзади семёрочка, впереди троечка. 21 передача. Тут сегодня Fat Bike. Вот так. Синао. Синао. Да. Тут, значит, 750-ваттный у нас движочек. 48 батарейка 48 на 16. Максимальный пик 80 ампер данной батарейки. Контролёр Polaris нас примерно на 30-35 ампер настроенный. И сейчас у нас вот Игорь попробует его затесить. Давайте на старт. Внимание. Ну, обгонишь тележку. Обогнал тележку. Итак, повтор. И скорость уже почти в два раза выше. Ну, сейчас мы спросим, ну и как вам? Ощущения гендики даваемые. Прямо рвёт из-под земля. Едешь на мощном велосипеде, чувствуешь его мощь. Колёса очень хорошо гасят неровности. В целом, вот такой аппарат. Ага. Ну, у нас есть ещё один пилот. Давайте попросим его прокатиться. Независимый. Это эксперт у нас пилот с Украины. Специально приглашённый. Специально приглашённый для тестирования Fat Bike. Украинский гарно хлопец. Итак, на старт. Внимание. Замечательный велосипед. Ну, расскажите, как вам ощущения по дороге? Ощущения приятные. Разгоняется живенько, гасит все неровности. Устойчиво на скорости. Велосипед замечательный. Что бы хотелось бы ещё? Что бы хотелось? Ну, трудно сказать, что бы хотелось. Для этого нужен более долгий, продолжительный тест. Ну, то есть, заднее колесо, ну, переднее понятно. У нас вилочка стоит, да? Такая бодренькая, на двадцатую ось. Вот, широкая. Вот. А заднее как бы гасит? Вот это колесо неровности? Безусловно, гасит. Велосипед гораздо мягче, чем велосипед с узкой резиной. Угу. То есть... Амортизатор не помешал бы, да? Было бы ещё лучше. Ну, наверное, да. Так что, общее впечатление? Общее впечатление. Хорошо. Зачёт? Зачёт. Зачёт. Отлично. Веломастера, как всегда, на высоте. На высоте. Зачёт! No! Нет! 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 10